Доброе утро, девочки мои! Неужели приехала машина забирать вот этот хлам, а? Аж не верится. Я вчера написала везде, где только можно, и на госуслуги, как вы мне советовали, тоже написала. И вот такая вот машина, смотрите, хватает всё подряд. Ну, я надеюсь, заберут. Там уже накидали, с каждым днём всё больше и больше вот там гора. Она находится уже за этим, за стеночкой. И даже уже контейнеры ставить некуда, за этим хламом, мусором. Ну, очень хорошо. Я надеюсь, что сейчас всё заберут. Оперативненько. Меня это радует. Так, с одной стороны, вот тут вот они уже убрали мусор, переместились туда. Видите, сколько там веток понавезли, откуда это всё везут, непонятно вообще. Сидит вот там дядечка и управляет вот этой вот штуковиной. И ещё там два мужчины с лопатами. В общем-то, остаток мусора выгребают. Ну что, интересно посмотреть, да, как работают люди. А я вчера написала письмо, три письма написала на госуслуги в чистый город. И в ЖЭУ наши свеженькие фото туда выложила. И вот сегодня уже приехали. Ну, мне очень приятно, что отреагировали оперативненько. Ну что, девочки, это говорит о том, что под лежачий камень вода не течёт. Правильная поговорка. Нужно писать, нужно стучаться. Тому, кто стучится, тому и откроют, как говорится. Знаете, надо не молчать, не закрывать глаза на это всё. Просто надо действовать. И всё тогда будет хорошо. Ну, в общем, надеюсь, всё будет теперь у нас прекрасно, чистенько будет. Ещё раз доброе утро, девочки мои. Что я вам хочу сказать. Вообще не собиралась я сегодня прям так срочно начинать это видео. Но, в общем-то, меня удивили на самом деле. Я вчера взяла и написала свежее письмо в ЖЭУ с фотографии свежей. Вчера сняла, потому что вчера, я смотрю, ещё что-то подвезли какой-то. Хлам на свалке. Ну, и заодно написала я в госуслуги и в чистый город. На всякий случай. Не знаю, кто из них так подсуетился, но сегодня прям вот в 8 утра приехали. Я смотрю, машинка собрала вот этот вот весь мусор, вот эти горы. Ну, контейнеры это уже вывезет другая машина. Ну, в общем, я приятно удивлена и очень рада. Ну, спасибо, кто посоветовал чистый город написать в госуслуги. Может быть, это тоже помогло как-то. Вот. Ну, и ещё раз вам хочу сказать, под лежачий камень вода не течёт. Конечно, не надо быть равнодушными. Если вы видите, что-то у вас не так во дворе, возле дома или где-то там подъездили, ну, нужно писать. Знаете, кто стучится, тому откроют, правильно говорят. А у нас, девочки, жарко, ну, не выше 30, там, градусов 28 в таком районе. Хотя каждый день дождь обещают. Вчера должен был дождь быть целый день. И даже грозу там обещали к концу дня. Вообще нифига. Две капли капнула и даже асфальт не смочила толком. В общем, короче говоря, засуха у нас вот, ну, по крайней мере, в нашем районе. Дождь где-то, может быть, поливал там в каких-то других районах. До нашего района никак не дойдёт. В общем, духота. Видите, я в сарафанчике в таком вот, в лёгком. Потому что жарко. Сплит периодически включаю, когда уж прям вообще дышать нечем. Ну, и что поделаешь? Что с этим поделаешь? Не знаю. Да, ещё хотела ответить на пару вопросов из комментариев. Кто-то написал, почему вы не показываете распаковку из василька. Девочки, я уже говорила, что, ну, вот, начиная вот где-то с марта, уже сотрудничество по Бартеру прекратилось и с Васильком, и с Фаберлик. Поэтому это же было по Бартеру как реклама. Блогерам выдавали, можно сказать, бесплатную продукцию на рекламу. Сейчас нет такого, ну, по крайней мере, у меня такого нет сотрудничества. Может быть, потому что маленький канал, и они, может быть, сократили просто только на большие каналы дают рекламу. Ну, Фаберлик – это у всех, со всеми блогерами они писали, что они прекратили сотрудничество, закрылись. Ну, они работают, Фаберлик работает, но только на платной основе. Вот, и ещё один вопрос. Кто-то написал, а что у вас с глазами, девочки? Я не знаю, я смотрю на свои глаза, я такая, какая всегда. Глаза у меня разные, один левый, другой правый. Если у кого-то глаза симметричные, ну, слава Богу. Ну, у меня лицо не симметричное, по крайней мере, у меня оно такое, какое есть. Может быть, какой-то неровный, а может быть, глаз один больше, другой меньше, другой один правый, другой левый. Но вообще, какие-то глупые вопросы. Я даже думала, как можно такой вопрос написать, и как можно на него вообще ответить, я даже не представляю. Ну, в общем, ну, бестатный вопрос, я бы так сказала, глупо задавать вопросы, касаемые внешности человека. Я считаю, что, ну, как, не стоит таких вопросов писать. Ну, мне просто смешно, но на такой вопрос ответить глупо. Так что не стоит его писать, я на него, естественно, не буду отвечать. Вот, ну, всё, мои хорошие. Что ещё хочу сказать? Зарядочку я сегодня сделала. Вот, я позавчера сделала зарядочку. Вчера что-то у меня как-то вот не особо тело просило. Ну, я уже думаю, через день это тоже нормально. Вот, ну, решила возобновить зарядочки. И ничего не хочу говорить ни о диете. Немножко решила попробовать интервальное голодание. Вот, так что я сейчас вот кушаю где-то в 11 утра и пол пятого. Ну, посмотрела я один ролик и думаю, да попробую, интересно, как смогу ли я выдержать. Потому что я думала, может быть, иногда какие-то вот дни себе устроить такие голодающие. Знаете, как вот разгрузочный день, просто ничего не есть. Ну, за целый день ничего не есть, за сутки. Я знаю, что я не выдержу. Это что-то круто. Вот, а тут я посмотрела ролик один там, доктор импортный какой-то. Ну, он там объяснял, как происходит, какой процесс в организме происходит за вот эти часы, когда вы не едите. И, в общем-то, когда вот мне разъясняют и мне понятно, ну, мне тогда уже как бы, знаете, есть какой-то момент, где я понимаю, что надо немножко сейчас потерпеть, поесть вот именно по тем часам, по которым нужно. Для того, чтобы вот этот процесс, он продолжался, жиросжигание, в общем-то, каким-то образом там что-то, инсулин там или что-то там работает как-то так. Я, честно говоря, в медицине совсем профан. Вот, и объяснить этого я не могу. Но самое главное, что я поняла, и мне этого достаточно. Вот, но он говорит, что кушать надо, значит, полдвенадцатого и в пять. Ну, я в одиннадцать и полпятого. На полчаса раньше, в общем-то, начинаю как бы готовить себе этот завтрак, там, разогревать или готовить что-то. Ну, так, чтобы поесть, допустим, вот в пять часов у меня уже закончилось, я уже поела всё. То есть за полчаса начинаем. Вот. Вот, ну, в принципе, я так чувствую, что это работает, потому что я чувствую, что у меня вот на живот, да, и бока, они как бы начинают вроде как уменьшаться. А я уже начала это пять-шесть, шестой день сегодня у меня. Вот, ну, посмотрим на результаты. Я надеюсь, что ещё как бы у меня хватит на это. Ну, мне, знаете, что нравится, то, что между этими питаниями, в общем-то, у меня нет какого-то дискомфорта, да. Да, может быть, там, за пару часов, за пару-тройку часов до приёма пищи как бы уже хочется поесть. Но я знаю, что нужно воздержаться, потому что в этот момент как раз-таки вот за два-три часа это особенно идёт сжигание жиров. Вот, поэтому я воздержусь. Но, значит, что я хочу сказать самое главное, что мне понравилось в этой диете. Он сказал, что можно есть всё. Вот эти два приёма пищи, можно есть всё, что хотите, но нужно, чтобы это было разнообразное, сбалансированное питание, чтобы там были и жиры, и белки, и углеводы, и зелень. Обязательно. И нужно есть досыто, то есть как бы не диетическую еду, не какую-то непосную еду, и не по чуть-чуть, а вот просто вот сесть, поесть, наесться и всё. И потом, значит, следующий приём пищи. Ну, хочу вам сказать, нормально, если я чувствую самочувствие, нормальное. И, в принципе, эти часы можно, конечно, как-то пережить. Единственное, что я думаю, конечно, люди, которые работают, вот, конечно, соблюдать вот эти часы, ну, на работе вот это вот поесть именно по тем часам, ну, наверное, как-то сложновато. Если кто-то работает дома или не работает, там, конечно, проще. Ну, и я пока что убрала мороженое, пирожное вообще как бы из рациона. Я ем с хлебом, ну, хлеба так, чуть-чуть сколько там, ну, максимум два кусочка хлеба за приём я съедаю. Ну, и ем также хлеб там с маслом, там, картошка, там, вот, котлеты у меня были, помидоры, огурцы, там, капусту тушёную вчера делала с колбаской. В общем, всё равно разнообразное питание получается. В общем, ну, пока что придерживаюсь такого принципа питания. Хочу немножечко, конечно, чтобы живот у меня поправилось я сильно, девочки. На самом деле, даже не скажу, сколько я сейчас вешу, я вам скажу потом, когда я взвешусь. Уже даже стыдно сказать. Вот, ну, потому что я последнее время, да, вот, начиная с конца февраля, как говорится, когда всё это началось, у меня прям, ну, не знаю, может быть, на нервной почве прям жор открылся такой, что я всё время вот это, знаете, видимо, нервы, как-то переживания какие-то, и я всё пыталась как-то это всё заесть. Ещё загляцевать обязательно каким-нибудь мороженым, пирожным, десертиком вкусненьким, сладеньким. Ну, сейчас как-то вот вроде всё как поуспокоилось, и я решила всё-таки попробовать хотя бы интервальное голодание. Ну, вроде получается. Вот, приехала машина «Чистый город». Я смотрю, контейнеры освободили, даже там подмели, убрали мусор. Молодцы, в общем, теперь порядочек у нас тут. Решила я, девочки, приготовить себе немножечко перец фаршированный. Я взяла фарш, и фарш я молола сама, здесь свинина, говядина, с луком перемолола. Уже посолила, поперчила, и рис я сюда добавила. В общем, вот так чуть-чуть. И уже почистила перчик, сердцевину вытащила. Я думаю, мне штук шесть, может быть, хватит. Я примерно почистила. Ну, если что, у меня перец ещё есть. Сейчас я пока вот так вот положу, по чуть-чуть. Вот, ну, я просто решила приготовить немного перца так, чтобы он, ну, чтобы разнообразить питание себе, чтобы оно не было каждый день одно и то же есть. Вот это вот я не хочу. Поэтому, по чуть-чуть буду теперь делать так, чтобы на два, ну, максимум на три дня там чего-то хватало. Мне, смотри, что. Ну, вот сегодня я уже третий день ела селёдку с картошечкой варёной. Вот, ну, селёдка вот мне, например, уже надоела. Я даже рыбу не хочу сейчас пока никакую. Вот. Ну, рыба, мясо, что-нибудь белковое такое нужно, конечно, кушать каждый день. Вот. И у меня сегодня, помимо картошки селёдка, ещё я сделала салат из свежих овощей, помидоры, огурчики, редисочка, зелень. Всё сделала такую. Редиску почему-то со сметаной люблю. Вообще можно со сметаной или с маслом. Да неважно. В общем-то, мне, знаете, вот эта диетка, она мне понравилась тем, что можно есть всё, что хочешь, сколько хочешь. В любом случае, больше, чем надо, ты не съешь. Ну, самое главное, конечно, не переесть, чтобы плохо не стало. Ну, просто поесть вдоволь. И всё. Всё. Получилось у меня 8 перчиков. Я ещё 2 туда добавила. И вот такая небольшая кастрюлька. Водички наливаю. И потом вот уже, когда закипит, в принципе, потом помидоры подготовлю. Зелень, лавровый листик подставить, поперчить, чуть-чуть бульон. Бульон получается вкусный. Можно сюда добавить даже немножко капусточки. Ну, как получится, как супчик немножко. Ну, я капусту, наверное, не буду добавлять. А помидоров сделала побольше свеженьких. Можно томатную пасту. Но у меня есть помидоры. Так, девочки, решила заранее порезать помидоры. Всё уже подготовить. Чтоб уже сесть у телевизора и смотреть что-нибудь. У меня уже перчик закипел. Я пенку сняла. Обязательно снять надо. Не забыть, не прозевать её. И всё. Кстати, вот такие помидорчики, вот с такими пырочками на кончике. Видите, я участников покупала вот за 160 рублей. Не знаю, дорого это или нет. Ну, по-моему, это дешевле, чем и в магазине, и в ларьке. Но, во всяком случае, помидорчики очень вкусненькие. Такие прям я в салате порезала. Мне понравился помидор. И огурчики по 100 рублей такие тоже небольшие, аккуратненькие. Участников взяла. Тоже хорошенькие огурчики. Так, всё, подготовила я уже зелень. Сейчас тоже всё порежу. Зелень. Лавровый лист. Вкусную соль туда посолю. Ну, и, собственно, всё. Мощность я убавила, чтобы на слабом огне оно готовилось. Ну, до полной готовности. Помидоры, в принципе, можно и сейчас положить. Лавровый лист. Сейчас зелень только в конце и всё. И пусть оно потихонечку так, ну, как сказать, на слабом огне вообще варится. Вот и всё. Будет у меня вкуснятинка. Буду ждать своего звёздного часа. И кушать буду тогда, когда придёт время. Кстати, до сих пор есть я не хочу. Поела сытно сегодня на завтрак. Так, ну, так вот у меня помидорчики готовы. Всё, девочки, перчик мой готов. Я попробовала один маленький. Очень вкусный. Пошла я кушать, а видео на этом заканчиваю. Всем пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok